Механизм бомбы замедленного действия уже запущен. Счетчик тикает, и скоро цены в магазинах вновь могут резко подскочить. Казалось бы, без какой-либо причины, но она есть. Просто большинство населения о новой инициативе властей еще не знают, хотя закон был принят еще два года назад. По нему уже 15 ноября этого года рынок грузоперевозок тряханет вводимый с этого месяца особый транспортный налог. Дополнительно ко всем остальным пошлинам за каждый километр по федеральной трассе бизнесу придется платить почти 4 рубля. А система контроля и взимания платы уже заработала. Тему продолжит Егор Орлов. Арендуемая автобаза и около десятка фур. Таких компаний в Сатарстане и тем более в России очень много. Их не назовешь крупными игроками на этом рынке, однако они работали. Но и на этой нише удержаться с 15 ноября будет очень трудно, уверены перевозчики. Платить за пройденные километры придется вдобавок к транспортному налогу, пошлинам на весовом контроле, плюс налог на дороги, которые входят в стоимость топлива. В общем, стране ежегодно нужны 50 миллиардов на содержание федеральных трасс. Где же их взять? С хозяев грузовиков массой более 12 тонн решили наверху. И даже тариф рассчитали. За каждый километр пути 3 рубля 73 копейки. Ну, на нас отразится это очень сильно. Это можно сравнить с тем, что мы будем оплачивать зарплату второму водителю. Сейчас грузовики свыше 12 тонн будут. В любом случае, не важно, сколько ты перевозишь, в любом случае все будут платить одинаково. Например, в месяц фура пройдет 15 тысяч километров по федеральным трассам. Умножаем на 3,73, получаем почти 56 тысяч рублей. И столько придется платить за каждый грузовик. Выход на трассу без предоплаты карается суровыми штрафами. За первый случай почти полмиллиона рублей, за второй – миллион. Новая статья расходов, мягко говоря, расстроила перевозчиков. И многие поддержали всероссийскую акцию протеста, которая прошла 2 ноября. 3 рубля 73 копейки – я против. Такую акцию объявили сами грузоперевозчики по всей стране. Идея такова. Дальнобойщики, которые сейчас находятся в рейсах и желают выставить свое недовольство, должны ровно в полдень замедлиться до 10 километров в час. И с такой скоростью продолжить движение до часу дня. Все это время мы дежурили на участке федеральной трассы М-7. За час лишь один грузовик с включенным аварийным сигналом медленно прополз мимо нас по крайней правой полосе. Остальные, видимо, или не знали об акции, или не пожелали участвовать. Многие фуры пролетали, водители терять время не собирались. К тому же некоторые специалисты считают, что подобные демарши проблему не решат. Как, например, президент Ассоциации грузоперевозчиков региона Леонид Штейнберг. Я здесь не надо протестовать, надо объяснять, доказывать и завоевывать больше сторонников. По нашей инициативе проводилось заседание круглого стола Государственной Думы. И нас поддержала Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Посмотрим, еще есть время. Но времени все меньше. И об этом напоминает большой таймер обратного отсчета на самом видном месте сайта системы Платон. То есть каждый перевозчик может с точностью до секунды узнать, когда доставать кошелек. Кстати, тут же можно зарегистрироваться, создать личный кабинет и оплатить свои маршруты на 15 ноября и последующие дни. Но это в том случае, если фуры не арендованные, а находятся в собственности. Иначе придется лично навестить офис невиртуальный. Такая сумма меня в конец посадит. У меня вот две машины, один сам асфальчик и фура. Я не знаю дальше, как это все тянуть. Челнинский центр обслуживания перевозчики покидают, подсчитывая будущие убытки. Спорить здесь смысла нет. В офисе могут лишь содействовать правильному оформлению, поставить машины на учет системы Платон за вестеричный кабинет. Хотя вопросов у предпринимателей накопилось немало, но вот ответов нет. Например, выезд только после предоплаты. То есть нужно вносить аванс за предстоящий маршрут. Но ведь в дороге всякое бывает и путь может измениться. Машина уезжает и она может не приехать целый месяц домой. И рассчитать все маршруты, по которым она будет двигаться, невозможно в принципе. Потому что работа идет логистов. Логисты заранее не знают эти маршруты. Поэтому с маршрутными картами определенные проблемы, конечно, возникнут. Но это один из способов оплаты. Другой – установить спецустройство на фуру и списывать со счета деньги будут автоматически. Однако такого оборудования в Набережных Челнах еще нет, говорят перевозчики, которые уже прошли регистрацию. И предполагают, что в итоге все равно этот налог ляжет на плечи рядового потребителя через меняющиеся ценники в торговых сетях. И получается, что за ремонт федеральных трасс будут платить даже те, у кого и машины-то нет. Егор Орлов, Эльдар Мустафин, Андрей Буслаков. РНТВ. Набережные Челны.